Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на канале о жизни и здоровье с Марусей. В этом ролике мы с вами приготовим целебную мазь из лопуха и настойку из лопуха. Сначала мы приготовим с вами корни. Лучше взять корни молодого лопуха. Они более сочные, менее дряблые, менее суховатые. Я их намыла. Они у нас уже чистенькие. Вот эту часть зеленую мы убираем и зачищаем корешочки. Лопух является уникальным растением, которое действительно по своим свойствам очень полезно для нашего организма, оздоравливает его. Недаром в Японии и Китае лопух предпочтителен в пищу. Там в буквальном смысле его выращивают, как мы выращиваем картошку. И едят в очень большом количестве. Вот такие вот тоненькие корешочки мы подготовим для настойки, а более толстые будем использовать в мазь. Всем известно, что лепейное масло является одним из лучших для улучшения состояния волос. Лучше всего приготовить свое масло. И оно готовится несложно. Для этого мы корни зачищаем до основания. И будем делать с вами очень хорошую целебную мазь. Можно использовать эту мазь для лечения прыщей, угрей, сиборей. Также мы сделаем настойку на меду. Она будет использоваться для того, чтобы улучшить состояние внутренних органов. Также эту настойку можно использовать в качестве втирания в те же суставчики. Не забывайте о том, что любые уже серьезные проблемы, которые с возрастом происходят в вашем организме, в том числе в двигательной системе, то есть суставы и так далее, это все уже никогда не вернется в состояние здоровья. Оно должно лишь поддерживаться, чтобы не ухудшалось состояние. И растения помогают профилактически держать в тонусе ваше здоровье, чтобы у вас не ухудшалось. Поэтому все это не является вот таким раз и все, и вы здоровыми стали. Нет, так не бывает. Вы можете лишь притормозить развитие болезни, улучшить состояние свое. Я считаю, что лопух, надо к нему относиться серьезно. То есть обратить внимание, особенно пожилым людям, да и молодым тоже. Не каждый же может выехать куда-то на природу и найти лопух, чтобы накопать. Вы можете у себя в огороде посадить несколько корешков лопуха, где-нибудь на грядочке, специально выделив место. И копать по осени, как тот же самый хрен. Кстати, лопух не распространяется так, как хрен. Он распространяется семенами. Вы не допускаете, чтобы он зацвел. Если вы допускаете цветение, тогда вы можете использовать их также в лекарственных целях. Но не распространяете семена. Лопух довольно-таки хорошо растет. Есть даже, кстати, специальные семена для того, чтобы выращивать лопух на своем участке. Можно купить и посадить, использовать в качестве лечебных корней. Единственное, что вы должны соблюсти, это правило выращивания целебных трав и растений не использовать никакой химии. То есть никакими удобрениями не пользоваться, никакими химикатами, потому что растения накапливают это. И, соответственно, это уже будет не настолько целебно, как бы хотелось. Для настойки мы будем использовать более мелкие, которые не натрешь корешочки. Мы их измельчим до середины корня. Корень лопуха можно приравнить даже с корнем женщины. Я имею в виду в целебных свойствах. Тибет использует корни лопуха очень эффективно, особенно при заболеваниях раковых. Беру я емкость вот здесь вот 200 мл. Вы спросите, какое произвольное количество корешка. Вот я вам как скажу. Лучше все, конечно, мелкие корешки использовать. Но вот так вот наполнили баночку. И заливаем обычной водкой 40-градусной. Итак, целебная мать готовится в таких пропорциях. Берем корень лопуха, но это может быть любого размера. Я примерно вам покажу. Вот такая вот емкость нам нужна. Это 50 мл. Натираем на терке. Укладываем мы его в баночку. Беру я касторовое масло. Можно взять миндальное, персиковое, любое косметическое масло, которое у вас есть. Желательно, чтобы оно все-таки было мягкой для кожи. Можно даже кукурузное масло взять. Кстати, кукурузное масло является очень хорошим для кожи. Впитывается хорошо. Можете взять обычное репейное масло. Вот у меня, видите, репейное масло, купленное в аптеке. Но дело в том, что когда мы покупаем в аптеке какие-то продукты, не всегда можем понимать, насколько они качественно сделаны. Но, по крайней мере, это масло можно использовать также в добавлении в нашу мазь. Отправляю касторовое масло. И у меня вот не хватает маленечко масла. Я добавлю репейного из аптеки. Так, чтобы у нас покрылся полностью весь корешок масла. Прижимаем. А теперь нужно оставить его в темном месте на 14 дней, так же, как и настойку. И через 14 дней мы продолжим готовить с вами мазь. Но если у вас остались при сборе репейные корешки, вы можете их высушить. Для этого я советую сделать вот такие вот надрезы. И отправляем на сушку. Сушить можно в духовке, можно даже положить около батареи. И дать высохнуть при теплом потоке воздуха. Дело в том, что когда корешок высохнет, он будет жестким. А вы сможете отломить вам необходимую часть корешка, чтобы заварить и сделать тот же самый отвар. Потому что полностью корешок вы использовать не будете, а будете использовать, допустим, небольшую часть. Прошло у нас 14 дней после того, как мы поставили с вами настойку из лопуха и масляную вытяжку. Теперь необходимо это уже перевести в натуральную продукцию. То есть отжать масло из корня лопуха. И будем отделять колешочки от настоя и делать уже смесь с медом. Итак, сначала мы займемся маслом. Для этого нам необходимо взять примерно вот такой вот кусочек воска. Можно взять обычную церковную свечу. Она содержит больше воска, чем парафина. Кладем в металлическую емкость. И сюда будем отжимать масло. Для этого нам необходимо взять марлечку или бинтик. Перекладываем вытяжку из корешков в марлечку. И начинаем отжимать. Отжимать прямо в емкость, где будем готовить нашу мазь. Затем берем какую-нибудь металлическую емкость и будем разогревать на водяной бане. Как только воск растворится, сразу снимаем с огня. Полностью у нас растворился воск. Кусочек небольшой еще есть, но сейчас растворится. И переливаем в емкость. Сразу крышечкой не закрываем, ждем остывания для того, чтобы не образовался кондексат. Теперь приступаем к настойке. Необходимо удалить корешки. Дело в том, что в данной настойке основная масса полезных веществ, если вы посмотрите, сразу же после того, как вы зальете водкой, буквально на следующий день у вас вот так отделится часть корешков. То есть все полезное превратится в такую белесость. То есть нужно сейчас аккуратно удалить корешки. Теперь необходимо полностью размешать, чтобы поднять со дна всю полезность. Переливаем в чистую емкость. Теперь нам необходимо точно такую же часть меда добавить. Я чуть-чуть больше, конечно, взяла емкость, но лучше всего брать, конечно, по размеру. То есть вот смотрим, у нас какой объем получился на 100 лет. Значит, примерно столько же добавляем меда. Где-то до половины баночки у нас получится. Мед можно добавить любой, который вам нравится. Можно использовать старый мед, прошлогодний мед. Это даже будет лучше, потому что прошлогодний мед имеет больше пользы. Теперь нужно все это тщательно перемешать, чтобы у нас мед растворился и превратилось все в однородную смесь. Чтобы лучше это все растворилось, можно поставить на водяную баню слегка, прямо вот самую малость подогреть. Температуру 30 сделать, для того, чтобы мед стал более мягким. Если у вас жидкий мед, его не нужно подогревать. Он нормально растворится полностью. Я вот на водяную баню сейчас поставлю. Смесь из меда и настойки корня лопуха мы перелили в ту же емкость, где делали настойку. Вот эта пеночка не страшная, это нормально. Это все эфиры, масла, которые содержатся в корне лопуха. Они вот такую пленочку дают, все осядет, слегка загустеет. Это нормально, потому что мед у меня, допустим, старый, он будет немножко густеть. Ну и свежий может тоже такой же эффект дать. Храним данную смесь в холодильнике. Применяется данный эликсир. В сочетании 1 чайная ложка на небольшое количество воды до еды за полчаса, после еды через час, 2 раза в день. Вы должны учитывать еще, во-первых, свое состояние. Если у вас какие-то есть воспалительные процессы, серьезные язвенные процессы, нельзя применять эту смесь, потому что она может усугубить состояние ваше. Также не применяем, когда вы находитесь на лечении инфекционных заболеваний. То есть принимаете всевозможные антибиотики, лечитесь определенными лекарствами. Тоже нельзя принимать. Только после того, как лечение закончится, можно ее применять в качестве хорошего укрепления иммунитета, снижение риска простудных заболеваний, снижение инфекционных процессов. В том числе это хорошо влияет, когда есть проблемы с желудком, какие-то невылеченные проблемы с печенью, когда проявляется тот же самый гастрит, холецистит, есть жировой гепатоз печени. Это очень хорошая смесь для вашего организма. Но всегда знайте меру и дозу и обязательно следите со своим состоянием здоровья. Если вы принимаете и чувствуете себя хорошо, тогда все нормально. Если вы почувствовали как-то дискомфортно, лучше отказаться от приема. Но применяется в течение двух недель. Данная смесь в качестве профилактики. Людям, у кого есть проблемы с суставами, также применяйте. Вы эту смесь даже можете втирать в места, где у вас есть проблемы воспалительные в суставах. Вот болит у вас сустав, допустим, локтевой или плечевой, или тот же самый коленный сустав. Вот эту смесь аккуратненько наносим и втираем. Это будет очень хорошее средство. И если вы еще его будете применять как компресс, слегка разогреете небольшое количество, нанесете на тряпочку, к месту воспаления приложите, обмотаете. Это будет, во-первых, прогревающим, противовоспалительным и очень хорошо снимет боль. Так что приготовьте такую смесь, если у вас есть возможность еще накопать лопухи. Если нет, не забывайте, весной их можно накопать. Мазь, которую мы приготовили, я советую всем женщинам обязательно хотя бы небольшое количество дяд. Почему? Любые ранки заживляющие, это хорошо смягчающая кожа. Сейчас у нас зима, очень большая сухость кожи, шелушение, различные трещинки появляются на губах и так далее. Это можно использовать везде, в буквальном смысле везде. Это и пяточки, это и кожа лица, это кожа к шее, все, что воспалено и находится в состоянии даже гнойников. Сделайте такую мазь, она хранится в холодильнике, использовать ее можно в течение двух лет, мягенькая получается. Втираете в кожу, она совершенно не остается долго на коже, постепенно она впитается, так как мы использовали, не забываем, касторовое масло. Касторовое масло очень хорошо для кожи. Эту же мазь вы можете втирать в кожу головы, и это у вас будет замечательное средство от выпадения волос. Поверьте, оно работает замечательно. Волосы становятся здоровыми, перестают выпадать и, соответственно, набирают силу. Вот такую же мазь можно приготовить из обычного лопуха, используя небольшие добавки. Ну а всем, кому понравились рецепты приготовления лечебных смесей из корня лопуха, поставьте пальчик вверху. Было благодарно. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»